С момента моего прихода к власти долги домохозяйств по всей стране уменьшились. Они стали больше сберегать. Джо Байден учит американцев экономить, и те стараются. Деваться-то некуда. Мы ищем более дешевые или бесплатные варианты досуга. Теперь мы не покупаем детям замороженные вафли. Это теперь роскошь. Мы делаем Грэнту стрижку, таким образом мы сэкономим 30 долларов. Мой муж тоже стал стричься сам. Мы и нашего 22-летнего сына сами постригли. Есть, конечно, несознательные граждане. Ворчат. Все дорожает, кроме наших зарплат. Намекают нынешний режим экономии, потому что администрация Байдена себе ни в чем не отказывала. Какой президент это выдержит, приходится повышать голос. Я больше не хочу слышать эту ложь. О бездумных тратах. Мы меняем жизни людей. И с этим утверждением не поспоришь. Меняют. Телеведущий Такер Карлсон подтвердит. Все больше и больше жителей Калифорнии покидают страну, двигаясь в направлении южных границ. Многие из них делают это в поисках более спокойной и стабильной жизни с приемлемыми ценами. Например, в Мексике. Да, именно в Мексику. Не в Швейцарию, в Мексику. То есть в Байденовской Америке все настолько плохо, что тысячи людей бегут в страну третьего мира, которая сейчас в самом разгаре наркоразгула. На некоторых американских заправках уже меняют программное обеспечение. Стоимость бензина здесь рассчитывают за галлон. Это чуть меньше четырех литров. И ценники в той же Калифорнии приближаются к двузначным впервые в истории. Я уже начала ходить пешком. Присоединяйтесь. Дорожные грабители меняют профориентацию. Что в салоне уже не важно. Главное, что в бензобаке. Они просто проделали дыру в моем баке. Обновления статистики не радуют. К рекордному за 41 год уровню потребительской инфляции теперь добавляется рекордный рост цен производителя. 10,8%. Это очень важный показатель. И есть большая вероятность, что инфляция может себя повторно инициировать. Потому что, когда индекс цен производителя растет слишком быстро, все остальные цены также начинают быстро расти. Так что этот показатель инфляции останется на ближайшие 11-12 месяцев как минимум. Продукты подорожали на 12% в среднем. В реальности разброс цен колоссальный. Зависит от конкретного товара и от штата. Вот в Милуоке жалуются. То, что раньше стоило 20 долларов, теперь стоит 40 долларов. Что стоило 30 долларов, теперь 60. И ты такой, серьезно? С прилавков давно исчезли детские молочные смеси и гигиенические тампоны. Но тут президент с народом. У него тоже дефицит. Я не знаю, почему они это делают. Они дают мне только одну ручку для подписания указов. А Бараку Абаме давали 7, 8, 9 ручек. Я не знал, что я так бедно живу. Я говорю, со свиданиями чая или кофе нет у нас. Не дают. О Брежневском политбюро напоминает и видная соратница дорогого Джозефа Джозефовича Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей. Факторы производства продукции у нас ограничены. У нас война в Ираке, у нас все еще ковид-19. Все просто. Из-за Ирака страдает то ли иранский, то ли афганский народ. А потому и появились те самые злосчастные санкции, антироссийские. Вел их Байден, но не тот, которого выбрали, другой, цитирует Ассошейдед Пресс. Байден сказал, что он принял это решение как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах. Меня зовут Джо Байден, и я муж Джил Байден и брат Валерий Байден. А еще он отец Хантера Байдена, который, говорят, миллионы долларов у россиянки Елены Батуриной брал. И вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова под санкции не попало. Совпадение? Байден любой ни в чем не виноват. Не байденфляция, хотя это уже устойчивый термин, а путинское повышение цен. Все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Это результат системных ошибок. Напечатали деньги в огромных количествах. А дальше что? Куда потекли все эти средства? Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки. Да еще и по астрономическим ценам. Теперь для борьбы с инфляцией Федеральная резервная система США поднимает базовую ставку сразу на 3,25% впервые с 1994 года. Денежные решения, принимаемые ФРС или Европейским Центробанком, не очень актуальны. Потому что эта инфляция – дефицит предложений. Это не резкий рост спроса. Теперь, кстати, может быть и то, и другое из-за такой денежной политики. Еще недавно президента страховал пасхальный кролик. Вот отвлек Байдена от опасных рассуждений на тему Пакистана. Теперь кролика нет, а журналисты спрашивают про Индию. Тоже деликатный вопрос. На помощь спешит супруга Джилл. Но, кажется, сама природа против США. Из-за страшной засухи массовый падеж крупного рогатого скота. Минус 10 тысяч голов – еще один удар по рынку продовольствия. Сейчас инфляция наиболее сконцентрирована на продуктах питания и ценах энергоносителей. Но в течение следующих 6-12 месяцев, когда цены производителей также попадут под влияние инфляции и будут расти так же быстро, тогда под влиянием инфляции окажется и средний класс, и богатые. Рейтинг Байдена минимальный. Его поддерживают всего 36% американцев. Очень широкие слои, как американской элиты, так и общества в целом, они просто напуганы тем, что происходит с экономикой. Поддержка Байдена даже среди демократической партийной элиты, среди в целом либеральной элиты, она снижается. Ему все более открыто посылают сигнал, что ему пора думать о пенсии. Президент в ответ показывает молодецкую удаль, бежит. И даже на велосипед садится. Видимо, идея пиарщиков Байден рулит, но оказалось, не вывозит. Зато теперь завелся, показывает всем он в порядке и даже о проблемах на время забыл. Так может, бог с ней, с этой экономикой, ведь есть же реальные достижения. Еще одно воплощение президента на официальной страничке в радужных тонах. Послание простое. Прайд вернулся в Белый дом. Я думаю, что у нас больше представителей ЛГБТКЮ+, чем в любой администрации или во всех администрациях вместе взятых. За океаном в Британии наступает время массовых ЛГБТ-акций. Традиция. Вот ровно два года назад совместно с Black Lives Matter. А это шествие прошлого года. Однако сегодня не до гей-парадов. Многотысячная демонстрация в Лондоне совсем по другому поводу. Против повышения цен и против Бориса Джонсона. В Евросоюзе, откуда Британия сбежала, паника. Газпром сокращает подачу газа по Северному потоку-1 на 60%. Причины технические. Две турбины компании «Сименс» нуждаются в ремонте. Немцы передают их канадцам. Те ремонтируют, но назад не возвращают. Санкции. Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. А зачем же вы посылку принесли? А зачем? Что так положено? Биржевые цены за тысячу кубометров газа в Европе тут же подскочили до полутора тысяч долларов. Впервые с начала апреля. И на автозаправках цены все растут. При этом Финляндия закрывает своим гражданам бензиновый туризм в Россию. Вывозить топливо в канистрах больше нельзя. Только бак заполнить. Пусть платят все. А вот голландцам проще. Да, литр бензина у них 130 рублей. Зато у немцев 118. Можно заправляться в соседней стране. В Нидерландах, кстати, инфляция уже перевалила за 10%. Выше в этом антирейтинге Греция и вся Восточная Европа. И, безусловные лидеры, троица из Прибалтики, которая решительно и бесповоротно отказалась от российских энергоносителей. Я сейчас в супермаркете Реми. Хочу сказать, что у нас сладкая, закончилась сладкая жизнь. Я не знаю, вот я сейчас тоже хочу купить какие-то конфетки, печеньки. Ну, как-то, знаете, у меня еще пока рука не поднимается по таким ценам покупать. Последние новости из Латвии. Чтобы снизить цену на бензин, власти решают отказаться от обязательных биодобавок. Прощай, зеленая повестка. Но говорят, поздно. Договоры о поставках топлива в этом году были заключены еще в прошлом году. Даже если я уберу этот компонент, мне все равно придется заплатить штраф за то, что его нет. Это означает, что данное решение не может привести к результату. Для экономии топлива Латвия изучает передовой опыт американский. Вслед за полицейским управлением в Мичигане латвийские скорые могут отказаться от большинства выездов. Будут помогать по телефону. На практике это может выглядеть, например, вот так. Если у вас болит голова, наберите один. Если у вас болит живот, наберите два. Если у вас болит голова и живот, дождитесь ответа дежурного психолога. Роман Никиворов, Мария Солопова и Леонид Шаталов. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова